Реставратор Милана Токмачева дает вторую жизнь старопечатным книгам. Очистить страницы от загрязнения, отреставрировать переплет, подклеить разрывы. Это лишь малая часть работ, необходимых для спасения редких изданий. Биолог по образованию. Раньше Милана работала почвоведом, но после декретного отпуска возвращаться к прежней работе не захотела. Пока ухаживала за малышом, нашла время для повышения квалификации и прошла курсы 1С. И сейчас с компьютером на «ты». Работу сменила в связи с тем, что здесь она интереснее, мне ближе к моей душе и к моему пониманию мира. Ну и зарплата выше. На этих курсах дается не только предмет, в моем случае 1С предприятие, но и элементарные навыки работы на компьютере, то есть Word, Excel, интернет. Для многих безработных, в том числе и мамочек, сидящих с ребятишками дома, это очень большая поддержка. Программа поддержки мам, у которых маленькие дети, действует уже не первый год. В ней заинтересованы не только сами женщины, но и работодатели, которые после длительного перерыва могут принять на прежнее место уже специалисты более широкого профиля, причем без лишних затрат. Декретный отпуск для молодых мам не только радость материнства, но и шаг по карьерной лестнице. Специализированная программа обучения от центра занятости населения помогает бесплатно женщинам, имеющим детей до 3 лет, освоить новые профессии, технологии, подготовиться к трудовым будням и найти работу. Какие курсы выбрать, решает сама женщина. Диапазон профессии практически не ограничен. Бухгалтер, экономист и продавец. Продолжительность обучения зависит от специализации и длится от 2 недель до 3 месяцев. Чем больше знаний приобретаю, чем более квалификация моя повышается, то есть я чувствую себя увереннее. Могу уже какие-то свои условия, что ли, предлагать, обсуждать. Обучение оплачивает служба занятости, даже компенсирует расходы на проезд до места обучения и обратно. В программе могут участвовать женщины, которые имеют детей от 1,5 до 3 лет и состоят в трудовых отношениях с работодателем. Около 50% женщин, которые приступили к работе в 2013 году, сменили сферу деятельности. То есть если они ранее работали, допустим, комплектовщик, то, пройдя курсы, они устроились торговыми представителями. В 2014 году планируется направить на профобучение 50 молодых мам. На эти цели выделено 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Многие уже оценили возможности переобучения и повышения квалификации. Теперь совместить воспитание детей с успешной карьерой вполне реально. Туена Немаева, Константин Зиницын. Новости сейчас.